Всем привет! Детюр идёт прогноз на матч 4-го тура РПЛ, Спартак, Локомотив. Встречаются команды, занимающие 7-е и 3-е место. Очные матчи. В последних 10-очных матчах команды поровну играли на обезобьют да нет и 6 раз на тотал меньше. 6 из последних 10-очных матчей этих команд закончились в ничью. Локомотив не побеждал Спартак в последних 7-очных играх. Последние 2 игры закончились в ничью 1-1. Статистика команд серии Спартака. Спартак в последних 10-ти своих матчах 6 раз играл на обезобьют да и поровну на тотал больше меньше. Спартак не проигрывает в последних 4-х играх и в последних 4-х играх на своем поле. Серии Локомотива. В последних 10-ти матчах Лока 6 раз играл на обезобьют да и 8 раз на тотал меньше. Лока не проигрывает в последних 3-х матчах. Спартак в предыдущем матче не смог обыграть Уфу на выезде. Гости пропустили гол уже на второй минуте матча, но уже через несколько минут получили право на пенальти. Ларсен бил немного по-пижонски, и Белинов отбил удар. Правда, Спартак на 18-й минуте счет сравнял. В дальнейшем гости имели серьезное преимущество, но пробить Белинова больше не смогли. Железная дорога провела очень схожий матч в Екатеринбурге. С той лишь разницей, что голы забивались не в начале матча, а в его концовке. Лока имел тотальное преимущество. Один Смолов пару-тройку голов мог забить, но все время лупил мимо ворот. На 74-й минуте хозяева нанесли единственный удар в створ ворот Лока и забили. Все же Смолов удалось пробить Памазуна под занавес поединка и принести своей команде ничью. Это центральный матч тура. Спартак показывает достаточно качественный футбол на старте сезона. В игре с Сочи не повезло с судейством, хотя второй тайм Спартак провалил. В игре с Ахматом Спартак был на голову сильнее. В игре с Уфой также владел серьезным преимуществом, но пробить вязкую оборону хозяев смог только однажды. Лока достаточно уверенно прошел рубин, обыграв в непростом матче Краснодар, а вот против Урала не смог противоставить Фортуне, которая была на стороне хозяев. В очных матчах этих команд Лока очень давно не побеждал. В семи последних играх четыре раза был ничейный счет и трижды выигрывали Спартаковцы. Два последних очных матчей этих команд закончились 1-1. Обеим командам в какой-то степени не везло в предыдущих матчах с аутсайдерами, когда они имели солидное преимущество, но по разным причинам не смогли его реализовать. Последние очные матчи были сыграны на тотал меньше, это достаточно длинная серия для этих команд. Начиная с 2006 года, только два раза низовые серии в очных играх Спартака и Лока превышали два матча подряд. В игре с Краснодаром в железной дороге в какой-то степени повезло. Повезет ли во второй игре с сильным соперником? Не факт. С другой стороны, Лока не везло в игре с Уралом, но и Спартаку в игре с Уфу не очень везло. Дядь Юра считает, что больше шансов для результативной игры в предыдущем матче и забивать должны, по идее, обе команды. Что до победителя, то здесь, с одной стороны, Лока давно не выигрывал у Спартака, с другой стороны, Лока очень давно не проигрывал в РПЛ. Третья ничья вроде бы уже будет перебором. Никогда, начиная с 2006 года, эти команды не играли три ничьих подряд между собой. Гуки небольшим фаворитом на эту игру ставят Спартак. И Дядь Юра, пожалуй, здесь будет с ними солидарен. В итоге получается тотал большего безобьета победа первой команды. Все три ставки из разряда достаточно скользких. На эту игру довольно сложно найти более-менее железную ставку с приемлемым коэффициентом. Последние две игры были на обе забьют да. Только один раз, начиная с 2006 года, Спартак и Локомотив играли три игры подряд на обе забьют да. Локомотив традиционно низовая команда. Однако в последние два сезона в выездных играх с соперниками из верхней части таблицы Лока играл на тотал меньше 50 на 50 и 57% на обе забьют да. Подобные рассуждения можно продолжать до бесконечности, находя доводы в пользу разнонаправленных рынков. Дядь Юра рискнет сделать ставку на результативный матч, в котором победа будет за Спартаком. Что-то по типу 2-1. За основной вариант Дядь Юра возьмет самую надежную, по его мнению, ставку из предложенных трех. Это обе забьют да. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.